Авиаперевозки замедлили рост Авиаперевозки замедлили рост в ноябре Он составил всего 2,6% Газета коммерсант номер 228 от 11 декабря 2018 года СТР 9 по 11 месяцев 2018 года Российские авиакомпании побили рекорд всего 2017 года Пассажиропоток вырос до 107 миллионов человек При этом в ноябре рост перевозок замедлился до 2,6% Источники отраслей и эксперты традиционно говорят о низких демпинговых ценах и рисках того, что слабые игроки не выдержат конкуренции и уйдут с рынка Российские авиакомпании уже в ноябре смогли побить прошлогодний рекорд по перевозке пассажиров За 11 месяцев они перевезли 107 миллионов человек, заявил 10 декабря глава Росавиации Александр Нерадько Всего в 2017 году авиакомпании перевезли 105 миллионов человек на 18,6% больше, чем в 2016 году Статистики Росавиации за 11 месяцев еще нет Но в январе, октябре перевозчики обслужили 99,2 миллиона человек на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года Твердый знак онлайн от 12 ноября Исходя из этих данных, объем перевозок в ноябре увеличился незначительно, всего на 2,6% И составил около 7,8 миллиона человек против 7,6 миллиона годом ранее По данным Росавиации, в октябре рост пассажиропотока составил 12,6% Было перевезено 10 миллионов человек В сентябре перевозки росли на 10,4% до 11,8 миллиона пассажиров В августе на 8,2% до 13 миллионов человек До 2017 года на рекордные уровни авиакомпании выходили в 2014 году, перевезя 93,2 миллиона человек Но затем начался спод После присоединения Крыма к РФ Санкции и девальвации рубля в 2015-2016 годах рынок авиаперевозок падал Восстановление началось в 2017 году Инфографику Почему правительство не хочет помогать авиакомпаниям в условиях роста цен на топливо Собеседники «Твердый знак» в ноябре не исключали спада роста авиаперевозок в ноябре и декабре в связи с переходом на зимнее расписание Один из источников отмечал пессимистические настроения на рынке и не исключал Что в 2019 году отрасли придется искать новые драйверы роста В конце октября гендиректора аэрофлота, лидер рынка, головная компания группы за январь-октябрь перевезла почти 30 миллионов человек Виталий Савельев говорил, что пассажиропоток группы по итогам года должен вырасти на 11,8% до 56 миллионов пассажиров Источник «Твердый знак», близкий к группе, полагает, что рост перевозок связан с увеличением провозных емкостей Авиакомпании активно набирали флот в 2018 году Пассажиров добавил и чемпионат мира по футболу Добавляется беседник «Твердый знак» Источник «Твердый знак» на рынке говорит, что перевозки растут за счет того, что авиакомпании, конкурируя друг с другом и в убыток бизнесу, занижают стоимость авиабилетов Это самоубийство, в такой ситуации смогут выжить крупные перевозчики, которые финансово более-менее хорошо себя чувствуют Такая модель характерна и для Европы, нет такого только в США, утверждает собеседник «Твердый знак», отмечая, что американские компании генерируют значительную часть прибыли мировой авиаиндустрии Остальные приносят убытки, которые периодически выливаются в банкротство Экономика авиакомпании РФ подорвана растом цен на авиатопливо и убытки за год, прогнозировавшиеся ранее в 20 миллиардах рублей, превысят 50 миллиардов рублей, напоминает источник «Твердый знак» Он не исключает банкротств в ближайшее время, но, как показала практика, авиакомпании могут долго наращивать долги и убытки Аэропорты РФ в этом году побьют рекорд по пассажиропотоку Исполнительный директор авиапорта Олег Пантелеев также связывает рост перевозок с ценовой политикой Несмотря на резкое увеличение издержек и инфляцию, тарифы выросли незначительно Некоторые авиакомпании даже снижают стоимость билетов, упрощая набор услуг, напоминает эксперт Кроме того, в первом полугодии увеличились реально располагаемые доходы населения, что способствовало росту спроса, добавляет он Есть риск, что в этой гонке кто-то не выдержит и уйдет в глубокий минус, а кредиторы остановят перевозчика, считает Олег Пантелеев Но во вторник глава Росавиации Александр Неротко отмечал, что даже ИТР, которая приступила к переговорам по реструктуризации долга, и Райро, перед которой туроператор накопил значительные долги, с операционной точки зрения чувствует себя уверенно Скорее всего, рост перевозок продолжится, но темб замедлится, полагает Олег Пантелеев Многое будет зависеть от внешних факторов, при этом объем господдержки на следующий год должен увеличиться вдвое, отмечает эксперт Анастасия Ведениева